Здравствуйте! В эфире канала Россия 24, информационная программа «События недели». Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов на этой неделе принял участие в Международном экономическом форуме, который проходил в Санкт-Петербурге. Традиционно это одна из крупнейших площадок в стране, где происходит прямой диалог между властью и бизнесом. Основная тема – суверенное развитие, основа справедливого мира. В мероприятии приняли участие представители десятков стран мира. На форуме были представлены основные направления развития России в общем мировом контексте до 2040 года. Для регионов это хорошая возможность обозначить совместные планы с представителями бизнеса и финансовых организаций. И в рамках форума Рашид Тимрезов встретился с председателем правления банка ВТБ Денисом Бортниковым, с которым подписал соглашение в области реализации экономической, инвестиционной и социальной политики. Одно из ключевых направлений – расширение взаимодействия банка с компаниями, реализующими приоритетные для региона проекты, в том числе включенные в модель экономического развития. Это и разработка и реализация совместных инвест-программ, программы инновационного развития промышленного комплекса, техническое перевооружение и модернизация предприятий. Рашид Тимрезов выразил надежду, что это окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие республики. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов встретился с военным комиссаром республики Сергеем Белобородовым. Комиссар проинформировал о ходе работы военкоматов по отбору граждан на военную службу по контракту из числа жителей Карачаева Черкесии, прибивающих в запасе. Также обсудили комплекс вопросов организации помощи военнослужащим. При непосредственном участии республиканского военкомата налажено взаимодействие единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим с командирами воинских частей подразделений, где проходят службу жителей Карачаева Черкесии, участники СВО. Рашид Тимрезов считает эту работу одной из приоритетных. Личный контакт членов правительства, глав городов и районов с нашими земляками и их командирами на месте проведения СВО помогает сделать поддержку еще более оперативной, адресной и эффективной, отметил глава республики. В Черкесске прошел патриотический форум «Истории забытых деревень», организованный коллективом Тверского государственного университета. Визит педагогической делегации в нашу республику связан с личностью 100-летнего ветерана Хамита Абуловича Кономатова, который в годы Великой Отечественной войны служил в дивизии, начинавшись свой боевой путь в Калининской, позже Тверской области. На мероприятии побывал Артур Мхце. Я без заглядки написал на этой плите 355-ю знаменитую, прославившую себя победами дивизию. Ветераны из Карачаева-Черкесии Хамиту Кономатову только что вручили реплику или копию того самого знамени, под которым он в годы Великой Отечественной войны освобождал захваченные фашистами территории в составе 355-й стрелковой дивизии, начинавшей свой боевой путь в Калининской, ныне Тверской области. Это стало возможным во время патриотического форума «Истории забытых деревень», который прошел в Центре молодежного инновационного творчества и был организован при участии в том числе некоторых потомков бойцов, сформированного в Кировской области войскового подразделения. Дело в том, что наш проект «История забытых деревень» он про деревни. Про забытые деревни, в частности, мы начинали его в Тверской области, в военное время называется Калининская область. И при съемках предыдущих серий мы нашли достаточно много материалов про 355-ю дивизию. Про 355-ю дивизию, в которой сражались как кировчане, так и с Карачаевой Черкесии бойцы. Изучая во время реализации патриотического проекта архивные материалы, общественники выяснили, что в Карачаево-Черкесии сегодня живет человек, который в годы войны находился в составе гвардейской дивизии – Хамит Абулович Канаматов. Поэтому на его малой родине и было решено провести очередной слёт ценителей истории и Отечества, куда пригласили школьников и студентов образовательных учреждений республики. Я надеюсь, что мы зародим зёрна в юных головах в нашем поколении, чтобы они задумались. И для меня будет счастьем, если они придут домой и начнут что-то искать в интернете, в библиотеке, начнут спрашивать у дедушек, у мам, папа, а расскажи, пожалуйста, что это было, как это было. Вот если это получится, я буду очень счастлив. Инициаторы проекта организовали для молодых людей интерактивные площадки, где все желающие могли ближе познакомиться с частью истории нашей страны. Артур Махцелий Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. На этой неделе глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов побывал в Хабецком районе. В ходе рабочей поездки он ознакомился с производством фирмы «Дадым» в ауле «Малый Зеленчук». Затем в Хабезе состоялся приём граждан. Обо всём по порядку Альбина Ламкова. Продукция кондитерских изделий – одна из самых популярных и любимых. Конкуренция в этой сфере большая, поэтому главное в этом направлении – качество. Каждый производитель хочет создать лучший продукт. К этому стремится и фирма «Дадым». Впечатляет масштабы и безусловная чистота предприятия. В производстве используют современный комплекс по переработке сельскохозяйственной продукции и изготовлению кондитерских изделий. Благодаря приобретённому и смонтированному оборудованию запущенной линии по производству муки высшего сорта, а также сахарного печенья производительностью одной тонны в час. На новые объёмы выходит цех по производству хлебобулочных изделий. Есть своя лаборатория качества. Созданы хорошие условия для сотрудников, в том числе собственная столовая. В планах руководства компании на ближайший год увеличить объём производства. Сейчас на предприятии трудятся до 45 человек. Производят печенье и для школьников, соблюдая необходимые требования к детскому питанию. Потом в администрации аула Хабес глава региона Рашид Тимреза встретился с жителями района. На приём со своими проблемами обратились несколько человек по вопросам здравоохранения. Большинство из них социального характера. Касались и жилищно-коммунальной сферы. Была просьба в организации собственного дела. По всем поступившим обращениям граждан даны необходимые разъяснения. Часть вопросов удалось разрешить в ходе приёма населения. Остальные взяты под личный контроль Рашида Тимрезова. Были не только просьбы. Звучали слова благодарности от жителей аула Зиюка. И много лет уже слежу за вами и за вашей работой. И знаю, что вы очень много сделали и до сих пор делаете. Поэтому огромное вам спасибо. После состоялась двухсторонняя встреча между главой республики Рашидом Тимрезовым и главой Хабесского района Тимуром Жужуевым. На ней были рассмотрены вопросы социально-экономического развития муниципалитета. Альбин Ламкова, Либастана, Вести Корчаева, Черкесия, Хабеский район. С рабочей поездкой глава республики побывал и в Прикубанском районе. Рашид Тимрезов оценил ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Чапаевском, встретился с жителями района, провёл двустороннюю встречу с руководителем муниципального образования. Подробности у Артура Мхце. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Чапаевском площадью около 2500 квадратных метров вышло на финишную прямую. По словам подрядчиков, работы по возведению спортивного сооружения в Прикубанском районе выполнены на 90%. Осталось провести некоторые коммуникации и добавить косметики. После сдачи объекта в эксплуатацию есть уверенность, что эти помещения пустовать точно не будут. Я думаю, будут люди радоваться такому объекту. Все, вот я сам с аула и все мечтают, чтобы у них были вот такие спортзалы. Вот это всё. Вот это всё удобство. Для людей это всё делается. Глава Карачаев-Черкесии Рашид Тимрезов начал рабочую поездку по Прикубанскому району именно с этого спортивного объекта. Сдача комплекса планируется в середине лета. К тому времени должны быть учтены и качественно выполнены все проектные задумки. Руководитель региона обошёл здание, осмотрел места для будущих занятий различными видами спорта, дал некоторые рекомендации строителям, чтобы к их работе потом не было никаких нареканий. Предполагается, что здесь можно будет заниматься игровыми и индивидуальными дисциплинами, а также повышением общей физической подготовки с помощью тренажёров. Это один из трёх таких крупных объектов. Один из них располагается в Эрхни-Шахаре, другой в Рубском районе. Вот этот, видите, здесь при Кубанском, посёлке Чапаевский. Стоит ли нам ждать ещё подобных объектов в целом по развитию массовой области? Конечно, у нас планируется ряд крупных и менее крупных объектов на территории. В этом году только у нас планируется к вводу всего 15 объектов. Глава региона также дал поручение в следующем году приступить к капитальному ремонту школы в Чапаевском на 700 мест, которая находится недалеко от нового спорткомплекса. Чуть позже Рашид Кимрезов провёл приём граждан в здании районной администрации. По большинству вопросов людям была необходима оперативная помощь. Установка пандуса в частном домовладении и специализированное питание для ребёнка. Завершение работ по вводу газа. Получение субсидий для многодетной семьи. Поиск решения проблемы с пропавшей крышей. Создание детской игровой территории. По всем вопросам членам правительства были даны соответствующие рекомендации. Великий строитель взял там что-то разобрал и решил отремонтировать, я так понимаю, ну управляющая компания, которая там была. Их находить, и сейчас сезон дождей, осень сезон. Решение быстро мне предлагать и давайте оперативно решать. Там просто с каждым годом... Оперативно решать, я имею в виду, это решить в этом, этим летом. С каждым годом сейчас, я всё прекрасно понимаю, что когда крыша течёт, и стены, и сырость, и дети, это, ну конечно, надо делать. Чуть позже глава республики провёл двухстороннюю встречу с руководителем Прикубанского района Ахматом Семёновым, в ходе которой обсудил важные вопросы, от которых зависит комфорт и благополучие жителей, социально-экономическое развитие всего района. Рабочая поездка завершилась совещанием по теме прогнозируемого сбора урожая сельхозпроизводителей, а также об оказании им поддержки в связи с периодами подтопления. Артур Махцелебастанов, Вести Карачаев-Черкесия, Прикубанский район. В Карачаево-Черкесии полицейскими ликвидирован подпольный цех по производству спиртосодержащей продукции, сообщили в Министерстве внутренних дел России. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Карачаево-Черкесской республике пресекли деятельность подпольного цеха, в котором злоумышленники изготавливали алкогольную продукцию. На территории склада на окраине города наши сотрудники обнаружили производственную линию свыше 60 тысяч бутылок водки различных наименований, 5 тысяч литров подготовленной к переработке спиртосодержащей жидкости. Следственными органами полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171 Прим-3 Уголовного кодекса Российской Федерации. По подозрению в организации незаконного производства задержан арендатор помещения. Фигуранту избрано меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности. Медицинские работники Карачаева-Черкесии отмечают сегодня профессиональный праздник. Теплые и добрые слова в эти дни адресованы людям в белых халатах. В преддверии дня медицинского работника в Государственной филармонии состоялось торжественное награждение лучших представителей сферы здравоохранения. Репортаж Алла Динаева. Каждый сидящий в этом зале уже доказал свою верность выбранной профессии. За их плечами не один год ответственного, нелегкого, но жизненно важного труда. От имени главы Карачаева-Черкесии, которые в эти дни принимают участие в экономическом форуме в Петербурге, приглашенных на торжественное мероприятие, поприветствовал, поблагодарил за работу и поздравил с днем медицинского работника председатель правительства республики Мурат Аргунов. Звание «Заслуженный работник здравоохранения» присвоили медицинской сестре Розе Мазовой Абазинской центральной поликлиники, а 10 докторов республики стали заслуженными врачами Карачаева-Черкесии. Среди награжденных Елена Алексеенко, заместитель главного врача по лечебной работе Республиканской стоматологической поликлиники. Это было очень неожиданно и очень приятно в день нашего праздника профессионального. Я уже 25 лет, как работаю в Республиканской стоматологии, хочу поздравить всех своих коллег, главного врача, нашего министра здравоохранения Шаманова Казима Зреталиевича. Огромное всем спасибо за такую награду, за такую честь. Все были здоровы, всегда над нами светило яркое солнце, не знали мы никаких бед, и все было у нас прекрасно. О работе медиков Ирина Гербекова знает не понаслышке, ведь она сама доктор, возглавляла Зеленчукскую ЦРБ, затем Республиканскую клиническую больницу, после Минздрав. И вице-премьер рассказала о том пути, который прошла Наша Республика в здравоохранении за последние 12 лет. И начинается 11-й год, и сразу переработана программа модернизации, подготовленная одинаковые условия для всех учреждений. Запускается ремонт 28-й учреждений. В первые же дни, вот сидит на контакте и скажет, главой принято решение о передаче поликлиники тубиклезного диспансера, то здание, которое планировалось создать под частную поликлинику. Сразу начинается работа по запуску строительства артецкой и псковиканской планилицей. Глава в первые же дни обращается к председателю правительства, президенту Российской Федерации с просьбой о помощи по этому объекту. Следом сразу начинается программа по модернизации всех объектов. Активно начинает работать сосудистый центр. За многолетний труд и высокий профессионализм ряд сотрудников системы здравоохранения республики удостоились нагрудных знаков «Отличник здравоохранения». Высокая оценка нашего труда, это, конечно, опять-таки заставляет нас думать о том, что мы должны и дальше стремиться к лучшему, преодолевать все трудности. И все это на благо того, чтобы наша Карачаево-Черкесия процветала, и все люди на этой земле были счастливы и здоровы. Будут здоровы, будут и счастливы. Более 25 лет я проработала, ни на секунду не сомневаюсь. Если бы пережить все это заново, пережила бы и прошла бы тот же самый путь. Я очень люблю свою профессию, безумно люблю свою профессию. Добросовестный многолетний труд медицинских работников был отмечен почетными грамотами Президиума Народного Собрания Республики, которые вручил председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике парламента Хасан Хубиев. Грамотами Министерства здравоохранения руководитель ведомства Казим Шаманов наградил ряд сотрудников. Задачи у медицинских работников Республики немало, но главное коллективы отличаются профессионализмом и дружностью. Алла Динаева, Олег Молхожев, Вести, Карачаево-Черкесия. В Черкесске социальное такси впервые начинает свою работу. Этот сервис не похож на привычные услуги перевозок. Такси создано для перевозки маломобильных граждан. Что нужно знать, чтобы воспользоваться данной услугой, знает Дарья Тендит. Государство уделяет особенное внимание обеспечению материальными и социальными влагами недееспособных граждан. Люди с ограниченными возможностями здоровья смогут оформить заказ социального такси. Транспорт можно заказать не при любой надобности, а только при высокой необходимости в нем. Среди пассажиров социального такси пожилые люди, инвалиды, больные дети, ветераны, малоимущие. Автомобиль адаптирован под нужды людей с ограниченными возможностями. Сегодня по поручению президента Российской Федерации запускаем службу социального такси в пилотном режиме. Мы считаем, что социальное такси станет очередной серьезной поддержкой для самых незащищенных групп поселения нашей республики. Транспортные средства имеют опознавательные знаки, эмблему голубого цвета и контактный телефон диспетчерской службы. Воспользоваться социальным такси может определенная категория льготников и только два раза в месяц. Проезд для инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов будет бесплатным. Для другой категории социально нуждающихся стоимость существенно ниже, чем обычно. Предоставляется данная услуга в случае высокой социальной необходимости. Заявку нужно оформить за несколько дней до предполагаемой поездки. Социальные службы строго контролируют запрос на этапе рассмотрения. Работа диспетчерской службы у нас, номера телефонов на самом такси, можно обращаться в любое время в виде заявок. Работа такси будет рассчитана по заявкам. Программуются заявки и уже в течение следующего дня человек получает услуги. Социальное такси сегодня очень востребовано. Городские власти собираются в ближайшее время приобрести еще не один такой автомобиль. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Более 350 верующих Карачаева-Черкесии отправились в Саудовскую Аравию в город Мекку, чтобы совершить хадж. В мечети Аль-Харам находится главная святыня ислама – священная Кааба. Хадж – пятый столб ислама. Его должен совершить раз в жизни каждый мусульманин, имеющий для этого силы и средства. Причем деньги на поездку должны быть заработаны исключительно честным путем. В соответствии с религиозными предписаниями, совершение хаджа займет у верующих 20-25 дней. Один из главных мусульманских праздников – Курман-Байрам – верующие встретят на Святой Земле. Паломники участвуют в религиозных обрядах, просят Всевышнего о прощении грехов, не спасании мира и здравия. В Карачаево-Черкесии появилась Ассоциация юных тренеров, члены которой проводят тренинги по профилактике наркомании. А до этого социально значимый молодежный проект «Профилактическая ассоциация. Будь выше!» стал победителем конкурса молодежных проектов СКФО. О сути проекта нашему корреспонденту Белле Джозаевой рассказали его руководитель Карина Тамбиева и его участники Руслан Айбазов и Альбина Джабуева. Карина, добрый день. Хочу поздравить всем, что вы стали автором проекта молодежного. Он называется «Будь выше!». Мне бы хотелось, конечно, у вас узнать суть проекта, на что он направлен этот проект. В прошлом году я участвовала в грантовом конкурсе СКФО от Федерального агентства по делам молодежи и защищала проект «Профилактическая ассоциация. Будь выше!». Он направлен на профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде. А в чем заключается проект? Мы решили отобрать молодых лидеров, чтобы обучить их. И потом они обучали бы других ребят о том, что плохо, что хорошо. И в чем уникальность нашего проекта? Это методика равная обучает равного. У нас уже есть результаты. Мы провели тестирование для более 300 студентов города Черкеска. Выявили первый этап 40 студентов наиболее активных, которым мы в дальнейшем провели лекции о том, как проводить лекции по профилактике наркомании, как работать с молодежью. И вторая часть вот этого отбора. Эти же ребята, они сами организовали квест для первокурсников СПО города Черкеска. Для 50 ребят они сами от начала до конца продумали, приурочили это к отню борьбы с табаком. И таким образом мы уже и на теории, и на практике смогли определить самых лучших, достойных 20 ребят. Этих 20 ребят мы пригласили в Донбай на школу юных тренеров, где наши эксперты в течение нескольких дней проводили для них обучение. Можно назвать это тренинг для тренеров будущих. То есть они их учили, как строить тренинги, то есть как их проводить, и там же на практике они начали разрабатывать свои тренинги, потом наши эксперты им помогали, но мы в дальнейшем будем им чуть-чуть помогать. Карина, если я не ошибаюсь, данный проект стал победителем молодежных проектов, которые в прошлом году проходили у нас в Карачаево-Черкесии. В прошлом году проходил на территории Карачаево-Черкесской республики форум «Дни карьеры» в КЧР. В рамках данного форума впервые в Карачаево-Черкесии проходил грантовый конкурс, назывался он «Конкурс молодежных проектов СКФО» в 2022 году. И я подала заявку и победила в данном конкурсе. Защита проектов у нас проходила в городе Черкесске, как я уже сказала, в рамках форума. Мы обращались к профильным ведомствам, у нас есть исследовательский центр, мы запрашивали у них данные, мы взаимодействовали с антинаркотической комиссией Карачаево-Черкесской республики, которую возглавляет, как известно, глава нашей республики. Мы обращались в наркологический центр, ну такие профильные, такие ведомства. Скажите, при чьей помощи реализуется этот проект? Ну, вообще, когда разрабатываются молодежные проекты, есть такая графа, как партнеры проекта. И мы, когда проводили анализ, мы выявили тех людей, те организации, которые были бы нам полезны. Мы однозначно поняли, что это наркологический центр, что это Министерство по делам молодежи. А также самое главное, у нас в республике существует антинаркотическая комиссия Карачаево-Черкесской республики, которую возглавляет глава. Мы обратились к ним уже с разработанным проектом и получили письмо поддержки. И они в течение года помогают консультациями, другими поддержками. Вот, допустим, то, что ассоциация тренеров будет проводить тренинги, уже они научились, а теперь будут проводить для своих сверстников тысячу ребят. То есть мы эту инициативу подали антинаркотической комиссии, они включили данное мероприятие масштабное в месячник антинаркотической направленности Карачаево-Черкесии. Руслан, вы являетесь тренером-экспертом данного проекта. Вы верите успех? Меня пригласили в качестве тренера. Я директор автономной коммерческой организации дополнительного образования Центра здеопрофессиональных компетенций. И в рамках своей организации провожу разного уровня тренинги. И в данном случае запрос был такой, чтобы провести такой неформальный обучающий блок для ребят, 20 человек, для того, чтобы их подготовить к такой тренерской культуре, жизни и для того, чтобы они уже могли самостоятельно начать работать в этом направлении. Ребята очень талантливые. В первый день у нас было больше теории, а во второй день подготовили уже качественные свои такие мини-проекты, выступили на разные тематики. И если до этого момента я еще как-то думал, справятся ребята или нет, то здесь я уже увидел, что действительно они способны и на своих площадках смогут провести тренинги. И действительно это может помочь в рамках борьбы с девиантным поведением. Потому что, по сути, даже если это тренинги не на эту тему, это тренинги, которые вызывают интерес к той или иной деятельности. Пусть это финансовая грамотность, проектная деятельность, тайм-менеджмент и так далее. Поэтому я убежден, что результат будет очень хороший. Альбина, скажите, в чем заключалось ваше участие в данном проекте? Ну, я являлась одним из участников Ассоциации юных тренеров. То есть принимала участие во всех лекциях и образовательных программах, которые были организованы этим проектом. Также мы проводили анкетирование, точнее я была участником этого анкетирования. После мы получали образовательные блоки, это были лекции. Также мы организовывали квест для своих сверстников, для первокурсников. Как уже повторюсь, как сказала Карина в день табака. То есть мы выступаем против девятного поведения. против условий, которые являются неправильными в обществе, которые общество не воспринимает и не будет принимать, потому что это отклонение от его норм. После же мы, это несколько человек, это была небольшая группа организована, активисты, которые принимали участие в самом тренинге. То есть сначала это был образовательный блок, потом мы писали свои тренинги. И в том числе я хочу детально уделить время тому, что вот была у нас команда, 4 человека, я в том числе. И мы организовали такой тренинг, который назывался тайм-менеджмент и называется управление временем. И мы раскрыли эту тему через девятное поведение. То есть мы уверены в том, что человек, у которого отсутствует тайм-менеджмент, который не умеет управлять своим временем, он так или иначе приходит к девятному поведению. И постарались раскрыть эту тематику. И сейчас надеемся, что уже на этой неделе и на следующей неделе будем проводить образовательные блоки с участием нашей команды и с первокурсниками различных вузов и СУЗов, чтобы проявить свои знания теперь уже на практике. Я благодарю вас за участие в нашей программе и желаю успеха в реализации вашего проекта. Спасибо. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова